здравствуйте начинаем новую тему сегодня мы поговорим про ценные бумаги с фиксированным доходом в прошлый раз мы поговорили об общих принципах ценообразования о приведенной стоимости дисконтирование доходностях различных видах доходности различных ценных бумаг а в этот раз мы уже конкретно поговорим про определенный класс ценных бумаг про инструменты с фиксированным доходом облигации в следующий раз мы поговорим про акции что же такое облигация имитент облигации это компания выпускающая облигацию она осуществляет фиксированные процентные выплаты по облигации которые называются купонами, на регулярной основе и обязуются также выплатить номинальную стоимость облигации в момент ее погашения. Облигация относится к классу инструментов с фиксированным доходом, поскольку купон — это ежепериодный платеж по облигации, который имитент выплачивает инвестору своему, кредитуру. Он одинаковый, поэтому денежный поток по облигации, он фиксированный, постоянный, заранее известен. Облигации имеют, как правило, определенный срок погашения, то есть это не бессрочные инструменты, как правило, это долговой инструмент на определенный срок. Исключение составляют бессрочные государственные облигации. Не все государственные облигации бессрочные, но государства также могут выпускать и бессрочные облигации. Например, в Великобритании такие облигации выпускались во время войны, называется консоль-бонд. Облигации торгуются по рыночной цене, то есть поскольку облигация это биржевой инструмент, у него есть цена текущая рыночная, и эта цена, она отличается от номинальной стоимости. То есть она не обязана равняться номиналу облигации. Номинал это та сумма, которая выплачивается имитентом в конце, в срок погашения облигации. А цена облигации это та сумма, за которую ее покупает инвестор изначально. И эти две суммы, они разные. В отличие от владельца акции, владелец облигации не имеет права собственности на активы компании. То есть облигация это чисто долговой инструмент. Также владелец облигации не имеет права участвовать как-то в решениях, принимаемых менеджментом компании. Но поскольку облигация это долговой инструмент, поэтому доход по облигации фиксированный и обязательный. Также облигации имеют приоритет над акциями. То есть процентные платежи, купоны по облигации являются расходами для компании. Они уменьшают налогооблагаемую прибыль компании, должны быть выплачены в любом случае. То есть вне зависимости от дохода и прибыли компании в текущем периоде купон по облигации компания обязана выплатить. Также если компания признается банкротом, то в первую очередь компания должна оплатить все долги свои, в том числе долги по облигациям. И только потом уже оплачивает долги перед акционерами, перед собственниками. Эмитентами облигации являются правительства, муниципалитеты. В основном это все же частные компании. Вот на картинке мы можем увидеть пример, как выглядела облигация когда-то в 20 веке. Сейчас настоящий момент, поскольку у нас торговля в основном происходит на электронных биржевых площадках, у нас бездокументарная форма, то есть ценные бумаги не имеют бумажной формы, как правило, это просто записи на ваших счетах. Но раньше торговля происходила вживую на бирже и облигации представлялись в виде бумаг, в виде документов. Вот мы видим, что на облигации прописан ее номинал, то есть в данном случае это 10 тысяч долларов, номинал облигации, то это та сумма, которую должен выплатить имитент в срок погашения облигации. Срок погашения облигации мы видим это 1988 год. И также мы видим купонную ставку, это 7,38% годовых. То есть купонная ставка, она прописана на облигации, в момент выпуска облигации она зафиксирована уже. То есть по облигации вы знаете все денежные потоки, которые вам эта облигация принесет, как то купонные платежи и номинал в конце. А покупаете вы ее за какую-то рыночную цену сегодня. Облигации бывают купонные и бескупонные. Купонная облигация это такая облигация, по которой платятся купоны, вот эти ежемесячные платежи. Почему они называются купонными? Ну потому что раньше, опять же, когда облигации имели документарную форму, к ним прилагались такие купончики, вот как мы видим внизу на картинке. Например, если купон выплачивается два раза в год, то каждые полгода инвестор, покупатель облигации отрезает отдельный купончик, приносит его в компанию и получает за это денежную выплату. Но облигации не обязаны быть купонными. Облигация может быть и бескупонная. По такой облигации купоны не выплачиваются в течение срока облигации. Откуда же тогда берется доходность по такой облигации? Она берется как раз как разница между ценой облигации и номиналом облигации. Купон всегда указывается в процентах от номинальной стоимости облигации, не от цены облигации на бирже, а от номинала, зафиксированного на самой облигации. Например, у нас есть выражение облигации с купоном 5%, выплачиваемым два раза в год. Означает, что каждая купонная выплата составляет 2,5% от номинальной стоимости. Облигации могут торговаться как с дисконтом, так и с премией. Это терминология. Облигация торгуется с дисконтом, если цена облигации меньше, чем номинал облигации. Буквы F мы называем номинал облигации, face value по-английски. То есть, если цена облигации сегодня ниже, чем номинал облигации, который будет выплачен, значит облигация торгуется с дисконтом. Если же цена облигации сегодня выше, чем номинал облигации, значит облигация торгуется с премией. Облигация может торговаться и по номиналу, это тоже не исключено. Но цена облигации, поскольку определяется на рынке, исходя из спроса и предложения, то она постоянно изменяется. Вот два вопроса, на которые вы можете ответить, подумать и ответить. Первый вопрос. Торгуется ли купонная облигация с дисконтом или с премией? То есть если мы представим купонную облигацию, она торгуется с дисконтом или с премией? А если у нас без купонной облигации, она торгуется с дисконтом или с премией? Как вы думаете? Если у нас облигация бескупонная, значит, чтобы инвестор купил облигацию, дает компании в долг, взамен получает номинал в будущем, он же должен за то, что он дает деньги в долг, получить какую-то доходность, следовательно, цена облигации, это та сумма, которую кредитор дает компании в долг, должна быть ниже, чем номинал облигации, то, что он получает в итоге. То есть бескупонные облигации всегда торгуются с дисконтом, иначе у держателя облигаций просто не будет доходности от этой облигации, и он ее просто не купит. А если у нас облигация купонная, то она может торговаться как с дисконтом, так и с премией, все зависит от величины купона. Интуитивно это можно понять так. Если купон очень большой, то есть покупая облигацию, по сути, инвестор дает компании сумму, равную цене облигации, а взамен получает купонные выплаты в будущем, плюс номинал в самом конце. Если купонные выплаты очень большие, то приведенная стоимость всех денежных потоков от облигации, она велика, и следовательно, цена облигации будет тоже высокой. То есть вполне возможно, что цена облигации даже будет выше номинала при высокой купонной ставке. Если же купонные выплаты низкие, то цена облигации может быть и ниже номинала, то есть облигация может торговаться с дисконтом. То есть если у нас облигация купонная, то она может торговаться как с дисконтом, так и с премией. Все зависит от величины купонной ставки. Доходность к погашению Доходность к погашению – это доходность облигации. Это очень важный параметр, по которому мы определяем, покупать облигацию или не покупать. Это важная характеристика облигации. Как считается доходность к погашению? То есть по определению доходность к погашению, по-английски называется yield to maturity, YTM сокращенно, это ставка дисконтирования, которая приравнивает приведенную стоимость будущих денежных потоков по облигации к текущей цене облигации. То есть если мы посмотрим на формулу, если мы возьмем цену облигации сегодня, приравняем ее к приведенной стоимости всех купонных выплат и номинала, то ставка дисконтирования, полученная из этой формулы, это и будет доходность к погашению облигации. По сути доходность к погашению это фактическая доходность облигации за весь срок ее жизни, если вы будете держать эту облигацию до погашения. То есть доходность к погашению показывает именно доходность за весь срок жизни облигации, потому что у нас в ранние периоды, например, облигации выплачивают лишь небольшие купоны, то есть как бы текущий доход низкий, но в конце выплачивается большой номинал долга. А доходность к погашению учитывает как купоны, так и этот номинал, и как бы распределяет их во времени, то есть это некая средневзвешенная доходность от нашей облигации за весь ее срок, и это фактическая доходность облигации. То есть доходность к погашению мы можем посчитать, зная цену облигации. Также для каждой облигации мы можем еще посчитать купонную доходность. Это доходность от текущего купона. Она равна ежегодную купонным выплатам поделить на цену облигации. То есть купонная доходность, она показывает только доходность от купонов. доходность к погашению показывает как доходность от купонов так и доходность от дисконта то есть от разницы между ценой облигации номиналом то есть у доходности к погашению есть две составляющие это доходность от купонов купонная доходность и доходность от дисконта или у нас может быть отрицательная доходность если облигация торгуется с премией из формулы на предыдущем слайде было видно, что доходность к погашению всегда обратно зависит от текущей цены облигации. То есть чем выше цена, за которую мы покупаем облигацию, тем ниже будет ее доходность к погашению. Потому что все денежные потоки по облигации зафиксированы. Мы их знаем заранее, они прописаны в контракте. То есть купонная ставка, номинал, срок погашения, мы это все знаем. Поэтому если мы покупаем облигацию за более высокую цену, значит за те же самые будущие денежные потоки мы платим больше сегодня. Следовательно, наша доходность от этой облигации будет ниже. Также еще существуют важные соотношения, которые стоит помнить и понять. Если доходность к погашению облигации выше, чем ее купонная доходность, значит у нас существует еще доходность от дисконта. Из-за того, что у нас облигация торговалась по цене ниже номинала. То есть если доходность к погашению выше купонной доходности, следовательно цена облигации ниже, чем номинал. Если доходность к погашению ниже купонной доходности, то цена облигации всегда выше номинала. То есть облигация торгуется с премией. На этой диаграмме представлена как раз зависимость доходности к погашению облигации от цены облигации для двух примеров облигаций. Зеленая линия показывает зависимость доходности к погашению и цены для облигации со сроком погашения 3 года. Вы видите, она довольно пологая. Темная линия более крутая показывает зависимость для облигации со сроком погашения 30 лет. Вы видите, что функция значительно более крутая, потому что поскольку облигация имеет такой высокий срок погашения, то номинал облигации выплачивается через 30 лет. Он очень сильно дисконтируется, поэтому при изменении доходности к погашению цена облигации тоже сильно меняется. Стоит отметить, что обе облигации предполагается, что номинал у них 1000 долларов. Мы видим, что при доходности к погашению или ставке процента равной купонной доходности, это точка их пересечения, обе облигации торгуются по номиналу. То есть, если доходность к погашению равна купонной доходности, следовательно, у нас нет никакой доходности от дисконта или премии, облигации торгуются по номиналу. Если же доходность к погашению ниже, чем купонная доходность, то цена облигации в обоих случаях выше номинала. Если же доходность к погашению выше купонной доходности, то есть вправо от точки пересечения, то цена обеих облигаций ниже, чем номинал. Давайте рассмотрим теперь пример зависимости доходности от погашения и цены. Предположим, у нас есть некая государственная облигация немецкая, которая, кстати, называется BAND. По ней выплачивается ежегодный купон в размере 5,375% годовых в течение 6 лет. Номинальная стоимость облигации 100 евро. В верхней таблице представлены денежные потоки по этой облигации. В течение 6 лет ежегодно облигация приносит купонные выплаты в размере 5 евро и 37,5 центов. В конце срока облигации, то есть в конце 6 года, облигация выплачивает нам этот же купон плюс еще номинал 100 евро. Поэтому совокупный платеж последний составляет 105 евро и 37,5 центов. Какова стоимость этой облигации, если доходность к погашению 3,8%? Чтобы найти стоимость, мы просто подставляем доходность к погашению в качестве ставки и дисконтирования. Дисконтируем все 6 наших денежных потоков и получаем приведенную стоимость всех денежных потоков. Это 108 евро, 31 евро. Если же доходность к погашению этой облигации 2%, то значит ее текущая стоимость, это приведенная стоимость, продисконтированная по 2%, равна 118 евро 90 центов. То есть мы видим, что чем ниже доходность к погашению, тем выше цена облигации. То есть мы можем использовать формулу приведенной стоимости для расчета стоимости облигации, зная доходность к погашению, или ожидаемую доходность к погашению. Или же мы можем использовать эту формулу обратно, то есть зная цену, мы можем найти доходность к погашению. Субтитры создавал DimaTorzok Очень важная характеристика, которую можно посчитать для любой облигации, это дюрация. По определению дюрация это средний срок погашения облигации. То есть у каждой облигации есть ее окончательный срок погашения. Это период, когда выплачивается номинал облигации. Но дюрация это некая средне взвешенная величина срока всех выплат облигации. То есть облигация нам приносит же не только номинал в самом конце, но и текущие купонные платежи. Поэтому дюрация, по сути, это средне взвешенный период всех выплат по облигации. Вот на диаграмме представлена формула для расчета дюрации. Мы берем первый наш платеж по облигации, это первый купон. Его период один, и дальше мы домножаем единицу на вес, где вес равен приведенной стоимости первого купона поделить на приведенную стоимость всей облигации. Мы помним, что приведенная стоимость всей облигации это цена облигации. И это приведенная стоимость всех платежей по облигации. То есть, по сути, вес в первом слагаемом это как бы вес первого платежа. И мы на этот вес домножаем единицу, то есть первый срок, первый год, например. Второе слагаемое, мы берем следующий платеж по облигации. Например, он приходит во второй год, в конце второго года. Мы берем 2, это второй год, и домножаем на вес второго платежа, который равен приведенной стоимости второго платежа, второго купона, поделить также на цену облигации. И так далее до самого конца. То есть, по сути, если посмотреть на эту формулу внимательно, у нас каждым слагаемым есть период. 1, 2, 3, 4, Т большое, это срок последней выплаты, там, например, 30 лет, 30 тогда будет. То есть, у нас идут периоды, измеренные в годах, и каждый период взвешен с весом, который равен доле приведенной стоимости текущего платежа в совокупной приведенной стоимости всей облигации. Поэтому дюрация, это и есть средневзвешенная величина сроков, или это средний срок погашения. Если облигация бескупонная, то дюрация всегда равна сроку погашения облигаций. Потому что у нас промежуточных платежей по облигации нету, поэтому весь вес 100% приходится на последний платеж, когда выплачивается номинал облигации. Следовательно, дюрация равна Т большое, сроку погашения облигаций, 30 лет, например. Если же у нас облигация купонная, то дюрация всегда ниже срока погашения облигаций, потому что у нас часть весов уходит на более ранние платежи. И чем выше величина купонной ставки при прочих равных условиях, тем ниже будет дюрация. То есть тем больше доля денежных потоков, приходящих раньше, чем окончательный срок погашения. Для чего нам нужна дюрация? Дюрация также равна эластичности цены облигаций по ставке процента. Что такое эластичность цены по процентной ставке? Это производная цены по процентной ставке, помноженная на 1 плюс r поделить на p. То есть это процентное изменение цены облигации поделить на процентное изменение процентной ставки. Если вы возьмете формулу для цены облигации, а мы помним, что цена облигации это сумма приведенных стоимостей всех денежных потоков по облигации, то есть купонов и номинала. Если мы возьмем вот эту формулу для цены облигаций, возьмем от нее производную, то есть подставим в эту формулу, посчитаем эластичность, то мы получим как раз минус дюрацию. Попробуйте вывести это самостоятельно. Это важно уметь выводить. То есть поскольку дюрация также показывает эластичность цены облигации по процентной ставке, дюрация это мера процентного риска облигации. Покупая облигацию, особенно долгосрочную, мы не знаем, что будет происходить с процентными ставками в экономике в будущем. Но при этом доходность к погашению облигации, она зафиксирована. Если у облигации дюрация высокая, это означает, что при изменении процентных ставок в экономике в будущем, цена облигации будет сильно меняться в будущем. То есть высок процентный риск у облигации. Если же дюрация у облигации ниже, цена этой облигации не сильно подвержена изменениям процентных ставок в экономике. Например, мы можем выбирать между двумя облигациями с одинаковым сроком погашения, например, 30 лет. Но у одной облигации купонные выплаты относительно больше, чем у другой, и, соответственно, дюрация ниже. Облигация, у которой дюрация ниже, она имеет меньший процентный риск. Также для измерения процентного риска более удобно использовать модифицированную дюрацию. Она равна процентному изменению цены облигации в ответ на изменение процентной ставки на 1% пункт. То есть не на 1%. Поскольку процентная ставка сама измеряется в процентах, то нам удобно смотреть изменение цены облигации в ответ на изменение процентной ставки на 1% пункт, например, с 15% до 16% годовых. Для этого мы можем посчитать модифицированную дюрацию. То есть мы берем обычную дюрацию, посчитанную по формуле на предыдущем слайде, делим на 1 плюс R и получаем модифицированную дюрацию. То есть она нам показывает как раз процентное изменение цены облигации DP поделить на P, поделенное на изменение процентной ставки на 1% пункт DR. КОНЕЦ Поговорим про временную структуру процентных ставок. Это тоже важная характеристика финансового рынка, рынка облигаций в целом. Временная структура процентных ставок – это соотношение между доходностями к погашению облигаций с разными сроками погашения. То есть если мы выстроим в ряд все облигации, торгуемые в настоящий момент, с разными сроками погашения, и посчитаем доходности к погашению по всем этим облигациям, мы получим как раз временную структуру. Она нам показывает как доходности облигаций зависят от срока погашения облигаций. Кривая доходности – это график зависимости доходности к погашению от сроков погашения. Кривая доходности строится по государственным бескупонным облигациям. Это важно. Во-первых, мы должны использовать именно государственные облигации, чтобы в их доходностях не был заложен риск дефолта. У любой корпоративной облигации в доходность будет заложен также риск неплатежа, риск дефолта этой компании. У государства этот риск минимальный, мы так предполагаем, поэтому мы используем именно государственные облигации с разными сроками погашения. Также важно использовать бескупонные облигации или очищать облигации от купонных выплат, это тоже возможно. И это важно именно для того, чтобы оценить доходность погашения для определенного срока. 5 лет, 10 лет, 20 лет. Вот пример временной структуры процентных ставок и кривой доходности. По вертикали у нас доходность к погашению облигаций, по горизонтали срок погашения облигаций. Мы видим на этом графике, например, что это кривая вогнутая, восходящая, то есть облигации с более высоким сроком погашения имеют более высокую доходность. Но график не гладкий, потому что у нас все облигации это рыночные инструменты и может быть так, что облигация со сроком погашения 9 лет, например, и облигация со сроком погашения 10 лет имеет одинаковую доходность к погашению. Это возможно. И этот график, он также меняется, то есть поскольку цены облигаций постоянно меняются на бирже, то и доходности к погашению всех облигаций тоже постоянно меняются, ежесекундно могут меняться. Следовательно, эти графики тоже меняются ежесекундно. Но их форма, она остается более-менее постоянной, но она меняется в зависимости от каких-то макроэкономических событий. То есть не всегда кривая доходности восходящая и вогнутая, она может быть и нисходящей, когда переворачивается кривая доходности, такое тоже бывает, или она может иметь какую-то форму U-образную и так далее. Как оценить временную структуру процентных ставок и как построить график кривой доходности? Мы берем бескупонные государственные облигации со всем спектром сроков погашения, то есть все облигации, выпущенные правительством данной страны, и для каждой облигации мы считаем ее доходность к погашению. То есть мы берем облигацию со сроком погашения 1 год, считаем ее доходность к погашению по формуле, то есть мы приравниваем цену этой облигации к приведенной стоимости ее номинала. Поскольку все облигации бескупонные, по ним выплачиваются только номиналы, поэтому дисконтируется цена равна дисконтированному номиналу облигации в каждом случае. Приравняв цены облигации к приведенной стоимости номинала каждой облигации, мы получаем доходность к погашению для каждого срока облигации, то есть R1, R2, Rn. И затем мы просто вот эти полученные доходности к погашению встроим на графике и смотрим их зависимость от срока погашения. Вот выявлены три эмпирических наблюдения, таких основных фактов эмпирических относительно кривой доходности. То, что мы наблюдаем в реальной жизни. Во-первых, процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения обычно показывают согласованную динамику, то есть двигаются синхронно. Если ставки по краткосрочным облигациям растут, то, как правило, и долгосрочные ставки тоже растут, то есть кривая доходности сдвигается либо вверх, либо вниз. То есть разные ставки для разных сроков погашения двигаются в одном направлении, как правило. Второй факт или эмпирическое наблюдение это то, что при низком уровне краткосрочных процентных ставок кривая доходности обычно возрастающая. Но при высоком уровне краткосрочных процентных ставок она часто бывает убывающей. То есть если текущие процентные ставки, краткосрочные ставки завышены, то ставки по более долгосрочным облигациям часто ниже, чем краткосрочные. Но чаще всего все-таки кривая доходности является возрастающей и вогнутой. Как же объяснить вот эту форму кривой доходности? Существуют три теории основные, которые объясняют кривую доходности. Первая теория – это теория ожиданий. Эта теория предполагает, что облигации с разными сроками погашения являются полными субститутами, то есть полностью взаимозаменяемы. То есть инвесторам абсолютно не важно, купить им краткосрочную облигацию или долгосрочную облигацию. В долгосрочную облигацию можно купить краткосрочную облигацию, затем полученные средства реинвестировать опять в краткосрочную облигацию и так далее. Предпосылка этой теории, что инвесторам безразлично, какую облигацию покупать. Они будут покупать ту, которая более доходная. И также мы предполагаем в этой теории отсутствие арбитражных возможностей. То есть, если мы купим долгосрочную облигацию или купим несколько последовательно-краткосрочных облигаций, то в итоге доходность должна быть одинаковая по двум стратегиям. Это значит, что арбитражные возможности отсутствуют. Вот пример. Предположим, мы можем инвестировать в облигацию со сроком погашения 2 года. И тогда мы получим какую доходность? Через 2 года мы получим 1 плюс R2 в квадрате. R2 – это доходность к погашению двухлетней облигаций в год. Поэтому мы получим 1 плюс R2 в квадрате за 2 года. Вторая наша стратегия альтернативная. Мы можем инвестировать в облигацию со сроком погашения 1 год. Через год мы получаем 1 плюс R1. R1 – это доходность к погашению однолетней облигации. И вот эту сумму вместе с процентами полученными мы опять реинвестируем в однолетнюю облигацию через год. И тогда через 2 года мы будем иметь еще на полученную сумму 1 плюс R1 мы еще заработаем процентную ставку 1 плюс R1 ожидаемые. Верхний индекс означает, что это ожидаемая процентная ставка, ожидаемая доходность по однолетней облигации через год. И обе стратегии должны по теории ожиданий иметь одинаковую доходность, потому что иначе у нас будет арбитраж между этими двумя стратегиями. Обе стратегии безрисковые предполагаются, потому что у нас государственные облигации. Поскольку у них риски одинаковые, поэтому доходности должны быть тоже одинаковые. То есть 1 плюс R2 в квадрате, это общая доходность за 2 года по двухлетней облигации, должно равняться 1 плюс R1, помноженное на 1 плюс R1 ожидаемое. То есть вот эта формула внизу должна соблюдаться, если теория ожиданий верна. Тогда мы можем скобки в этой формуле раскрыть. И поскольку, если мы перемножим 2% ставки, величина будет ничтожно малой, примерно мы можем оценить, что R2 это доходность погашению двухлетней облигации. Примерно равна R1 плюс R1 ожидаемое поделить на 2. То есть, что это такое? То есть доходность погашению двухлетней облигации при теории ожиданий должна равняться среднему от двух краткосрочных однолетних доходностей двух облигаций. В общем виде, если у нас срок погашения более длинный, предположим, у нас пятилетняя облигация, то доходность погашению пятилетней облигации равна среднему от однолетних доходностей в течение следующих пяти лет. Естественно, мы знаем только текущую доходность погашению однолетней облигации. Все последующие доходности к погашению ожидаемые, то есть это их оценки. То есть, как эту формулу можно интерпретировать? Если мы инвестируем в облигацию с каким-то более длинным сроком погашения, то доходность к погашению этой облигации должна быть средней доходности от однолетних доходностей, которые будут наблюдаться за срок жизни этой облигации. То есть, если, например, мы ожидаем, что процентные ставки в экономике вырастут в будущем и ожидаемые доходности по однолетним облигациям в будущем будут выше, тогда эти ожидания будут заложены в долгосрочную ставку по облигации. Данная теория ожидания объясняет эмпирические наблюдения 1 и 2, почему процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения двигаются синхронно. Потому что, если мы ожидаем повышения процентных ставок в будущем, то это будет уже заложено и в краткосрочные, и во все долгосрочные ставки, и, следовательно, все ставки одинаково поднимутся. Также теория ожидания объясняет второе эмпирическое наблюдение. Если текущая процентная ставка, например, завышена, краткосрочная процентная ставка слишком высокая, значит мы ожидаем понижения краткосрочных процентных ставок в будущем. И, следовательно, более долгосрочные ставки, в которые заложены вот те более низкие краткосрочные ставки, они будут ниже. То есть кривая доходности будет нисходящей при высоких процентных ставках. Если же текущая процентная ставка очень низкая, значит мы ожидаем повышения процентных ставок в будущем, и, следовательно, долгосрочные процентные ставки будут учитывать вот это повышение, и они будут выше, и кривая доходности будет восходящей. Третий факт. Эта теория ожиданий никак не объясняет, почему обычно кривые доходности восходящие. Если мы не ожидаем изменения процентных ставок, то по теории ожиданий кривая доходности должна быть пологой, горизонтальной. Но все-таки обычно мы наблюдаем растущий положительный наклон. У нас есть альтернативная теория временной структуры процентных ставок, это теория сегментированных рынков. Она полностью противоположная теории ожиданий. Здесь основное допущение, что на рынках краткосрочных и долгосрочных облигаций действуют инвесторы разного типа. То есть у нас рынки полностью независимые, у нас нет взаимозаменяемости между краткосрочными и долгосрочными облигациями. То есть кого-то интересует только долгосрочная облигация, и он не перейдет на рынок краткосрочных облигаций, даже если там будут выше доходности. Кого-то, наоборот, интересует только краткосрочная облигация. Взаимозаменяемости между рынками нет, поэтому цены и, соответственно, доходности на двух рынках определяются независимо друг от друга. И поскольку долгосрочные облигации имеют высокий, больший риск, например, риск ликвидности, риск инфляционный, мы не знаем, что будет с инфляцией в будущем, риск изменения процентных ставок, то есть долгосрочные облигации более рискованные, чем краткосрочные. И, следовательно, доходность к погашению должна включать в себя некую премию за этот риск. Поэтому доходности к погашению облигаций с большими сроками всегда выше, чем доходности краткосрочных облигаций. Данная теория объясняет эмпирическое наблюдение 3, что кривая доходности обычно восходящая, но никак не объясняет факты 1 и 2. Третья теория временной структуры процентных ставок – это некий микс из первых двух теорий, то есть это теория наиболее общая, она называется теория предпочтения ликвидности. Здесь основные допущения такие, что облигации с разными сроками погашения не являются абсолютными субститутами, но при этом существует некая взаимозаменяемость между ними, но не полная. И инвесторы предпочитают краткосрочные облигации долгосрочным ввиду их меньшего риска, но опять же, если долгосрочные облигации приносят большую доходность, то они могут убежать и на рынок долгосрочных облигаций. В этой теории, поскольку у нас есть некая взаимозаменяемость между облигациями с разными сроками погашения, то их доходности как-то должны быть связаны, но при этом, поскольку облигации с большим сроком погашения более рискованные, инвесторы требуют премию за этот риск. Она называется временная премия, term premium, то есть это именно премия за срочность облигации, за более высокий срок облигации. По этой теории доходность к погашению облигаций это некая величина, которая равна средне взвешенной доходности из всех краткосрочных доходностей к погашению, плюс L это премия за срочность, это временная премия за облигацию, и L растет с ростом срока погашения облигаций. Поскольку облигации с большим сроком погашения имеют и большую дюрацию, а мы помним, что дюрация измеряет процентный риск облигации, то при изменении процентных ставок в будущем цены этих облигаций более волатильны, они больше подвержены изменению процентных ставок. Поэтому у таких облигаций, облигаций с большим сроком и большей дюрацией, у них выше риск процентных ставок, также у них выше риск инфляции, потому что мы не знаем, какая инфляция будет в будущем, она может измениться, если срок облигации очень большой, например 30 лет, очень сложно спрогнозировать инфляцию на 30 лет вперед. Риск дефолта также возрастает у более долгосрочной облигации, потому что мы не знаем, что будет с бюджетом государства через долгий срок. Следовательно, премия за срочность облигации это некая функция, растущая от срока облигации. Данная теория, она всеобъемлющая, она объясняет все эмпирические наблюдения, которые были упомянуты выше на слайде. То есть эта теория, она объясняет поведение временной структуры процентных ставок. А вот на картинке представлен пример кривой доходности в еврозоне. Это картинка с сайта Европейского Центрального Банка на 4 сентября 2015 года. То есть на любую дату можно зайти на сайт Европейского Центробанка и увидеть там подобную картинку. То есть эта кривая доходности посчитана по доходностям государственных облигаций, выпущенных Европейским Центральным Банком. И мы видим, что она восходящая. На 4 сентября она имела вполне стандартную форму. А вот пример кривой доходности, которая тоже наблюдалась в прошлом, в реальной жизни. Но здесь форма кривой доходности совсем нестандартная. Вы видите, что она прогибается, то есть имеет нисходящий наклон. Как вы думаете, что можно ожидать, увидев такую кривую доходности? Ведь кривая доходности это очень важный показатель ожиданий экономических агентов. По ней мы можем оценить и спрогнозировать, что ждет экономику в целом в ближайшие 30 лет. Разберем эту кривую доходности на следующей лекции. В прошлый раз мы поговорили об облигациях. Мы подробно поговорили про суть облигаций, про ценообразование, как посчитать доходности по облигациям, про дюрацию и временную структуру процентных ставок. И в конце лекции был вопрос, как интерпретировать вот такую временную структуру процентных ставок. Такая кривая доходности наблюдалась в реальности, в жизни. И что она означает? Я напомню, что кривая доходности показывает соотношение между доходностями облигаций с разными сроками погашения и сроками их погашения. То есть на графике мы видим, что эта кривая доходности имеет нестандартный вид, она убывающая. И она начинает возрастать только с седьмого года. И из этой кривой доходности мы можем сделать вывод об ожиданиях экономических агентов, что будет происходить в будущем с процентными ставками в экономике. То есть поскольку мы видим, что доходности к погашению облигаций со сроком погашения 4, 5, 6 лет значительно ниже, чем доходность к погашению облигаций со сроком погашения 1-2 года, это означает, что мы ожидаем очень сильного падения процентных ставок в будущем, в ближайшие 6 лет. Потому что по теориям, которые мы разобрали, доходность к погашению долгосрочной облигации – это некая средневзвешенная из краткосрочных доходностей к погашению, которые мы ожидаем на период жизни этой облигации. То есть доходность к погашению 6-летней облигации настолько ниже, чем доходность к погашению 1-летней облигации, именно из-за того, что мы ожидаем, что процентные ставки в течение ближайших 6 лет будут намного ниже, чем текущие краткосрочные процентные ставки в экономике. По кривой доходности мы можем сделать вывод, что через 7 лет примерно процентные ставки вновь начнут повышаться, плюс в долгосрочных процентных ставках заложена премия за низкую ликвидность долгосрочных ценных бумаг, облигаций. Поэтому дальше кривая доходности уже имеет стандартную восходящую форму. То есть из кривой доходности мы можем сделать выводы об ожиданиях агентов и о том, что грозит нашей экономике в ближайшие 10-30 лет. Продолжение следует... Эта лекция посвящена акциям и ценообразованию акций. Я напомню, что акция это долевой финансовый инструмент, в отличие от облигаций. То есть акционер имеет право собственности на активы компании, имеет право участвовать в собрании акционеров, участвовать в принятии решений компании. Но при этом акционер, он не является кредитором компании, он именно собственник компании. И поэтому доход, который акционер может получать по акции, он не является обязательным. Это дивиденды. То есть акционер получает дивиденды от компании, и дивиденды для компании не являются расходом. Это распределение прибыли. Поэтому дивиденды не обязательны. Вовсе компания не обязана их платить. Напомню, чем отличается обыкновенная акция от привилегированной. Мы про это уже говорили в первой лекции. Обыкновенная акция дает право голоса на собрание акционеров, а привилегированная акция не дает право голоса на собрание акционеров. Но зато дивиденд по привилегированной акции фиксированный. То есть он более прогнозируемый, чем дивиденд по обыкновенным акциям. Но тем не менее, привилегированная акция все-таки это не облигация, по которой купон также фиксированный. Потому что привилегированная акция это долевой инструмент. И в случае отсутствия прибыли у компании, дивиденды не будут выплачиваться даже по привилегированным акциям. Не говоря уже об обыкновенных, конечно. Привилегированные акции стоят первоочередными по сравнению с обыкновенными акциями. Итак, у акции существует три стоимости. Это номинальная, балансовая и рыночная. Номинальная стоимость акции – это обычно небольшое круглое число, например, 1-2 доллара. И это является лишь идентификатором акции. Номинальная стоимость акции нужна для учета акций на балансе компании. Когда компания выпускает акции, размещает их впервые, то есть проходит IPO, первичное размещение акций на бирже, компания записывает привлеченные средства в капитал компании, и номинал акций нам нужен именно для того, чтобы правильно учесть количество выпущенных акций. Далее номинал акций не влияет в важную роль, он ничего не означает, его невозможно интерпретировать. Потому что номинал – это просто какая-то сумма небольшая, которая не имеет ничего общего с рыночной стоимостью акций. Далее у акции существует балансовая стоимость. Балансовая стоимость акции равна стоимости капитала компании по балансу, по балансовому отчету поделить на количество акций. Балансовая стоимость акций, как правило, выше, чем номинальная стоимость, потому что у компании в капитале также есть резервы. И эти резервы, поскольку они включаются в капитал компании, они также являются составной частью балансовой стоимости акции. Ну, опять же, балансовая стоимость акции тоже сложно интерпретируема. Она показывает стоимость чистых активов компании, принадлежащих одной акции, то есть на одну акцию. Но по балансу, по их балансовым стоимостям, по исторической стоимости, активы компании, как правило, не переоцениваются, поэтому эти суммы тоже исторические, их сложно интерпретировать. Также у акции существует рыночная стоимость. Вот рыночная стоимость – это стоимость акции на бирже. Поскольку акция – это биржевой финансовый инструмент, то стоимость ее определяется на бирже, исходя из спроса и предложения этой акции. И именно рыночная стоимость является показателем стоимости компании. И в этом курсе мы будем говорить о ценообразовании именно рыночной стоимости акции. И еще раз напомню, что рыночная стоимость – это стоимость акции на вторичном рынке. При первичном размещении акция может быть продана по одной стоимости, а затем уже, когда эта акция торгуется на вторичном рынке, между акционерами, формируется стоимость ее уже, которая ежесекундно меняется на бирже, и мы будем говорить о ценообразовании именно на вторичном рынке, потому что это показывает фактическую стоимость компании в каждый момент времени. Теперь давайте поговорим об основных показателях инвестиционной привлекательности акций. Это коэффициенты, посчитанные для каждой акции, для каждой компании, по которым мы можем судить о том, стоит ли инвестировать в эту компанию, в акции этой компании, каковы риски и так далее. Все эти коэффициенты считаются по финансовой отчетности компаний. Но они являются очень важными для акционеров. Первый коэффициент – это коэффициент дивидендных выплат. Он рассчитывается как текущие дивиденды, выплаченные акционером, или объявленные дивиденды, которые еще компания обещает выплатить, поделить на чистую прибыль компании. Чистая прибыль – это прибыль после вычета налога. Напомню, что поскольку дивиденд – это не расход для компании, а это распределение чистой прибыли, дивиденды выплачиваются именно из чистой прибыли компании. Поэтому коэффициент дивидендных выплат показывает, какую долю чистой прибыли компания выплачивает на дивиденды. Этот коэффициент, как правило, от нуля до единицы, но в принципе он может и превышать единицу. То есть в какой-то определенный год дивиденд компании может превышать чистую прибыль компании, если у компании есть накопленная чистая прибыль за предыдущие периоды. То есть по закону компания может выплачивать дивиденды в пределах всей своей накопленной прибыли. Поэтому даже если у компании неудачный финансовый год, у нее чистая прибыль низкая или даже убыток, тем не менее она все равно может выплачивать дивиденды, если у нее есть резервы из чистой прибыли за предыдущие годы. Но обычно все-таки этот коэффициент меньше единицы, то есть компания только часть своей прибыли распределяет на дивиденды. Также этот коэффициент может быть и нулевым. Компания может в какой-то год решить не выплачивать дивиденды вообще, если мы говорим об обыкновенных акциях. По привилегированным акциям компания обязана выплачивать дивиденды, если у нее есть достаточно чистой прибыли. А по обыкновенным акциям компания может решить их не выплачивать вообще. То есть дивидендная политика – это отдельная большая тема. Это изучается в курсе корпоративных финансов. Существует очень много факторов, которые компания должна принять во внимание, когда она решает, сколько дивидендов ей выплатить. Например, есть ли у компании достаточно ликвидных средств, чтобы выплатить дивиденды. Возможно, у компании есть очень выгодные инвестиционные проекты, в которые она хочет инвестировать, вместо того, чтобы выплатить эти дивиденды. Следующий коэффициент – это коэффициент реинвестирования. Это единица минус коэффициент дивидендных выплат. То есть коэффициент реинвестирования показывает долю прибыли, которую компания реинвестирует в свой капитал. То есть не выплачивает на дивиденды, а наоборот оставляет у себя. Коэффициент реинвестирования показывает, как капитал компании растет за счет чистой прибыли. Следующий важный коэффициент это дивидендная доходность акции. Рассчитывается как дивиденд на одну акцию поделить на рыночную цену этой акции. Показывает просто доходность акции от дивидендов за счет дивидендов. Чистая прибыль на одну акцию, EPS, это тоже важный показатель прибыльности компании. Он рассчитывается как чистая прибыль поделить на количество акций в капитале компании. Это количество акций в обращении. Выкупленные акции не участвуют в расчете этого коэффициента. Акции, которые компания сама выкупила и держит у себя на балансе. Здесь именно количество акций в обращении. Чистая прибыль на одну акцию показывает, насколько прибыльная компания была в данном финансовом году. Конечно, чем выше этот показатель, тем лучше, тем более прибыльная компания. Но это также зависит и от номинала акций. То есть если у компании очень крупные акции с крупными номиналами, то количество акций будет небольшое и прибыль на одну акцию будет, естественно, выше. Но это не значит, что эта компания более прибыльная, чем, например, компания с аналогичной прибылью, но с очень большим количеством мелких акций, с мелкими номиналами. Следующий коэффициент – это отношение цены к прибыли. Коэффициент PE. Кстати, эти аббревиатуры – EPS, PE, ROI – это все стандартные аббревиатуры из английского языка, которые часто можно встретить на разных биржевых площадках, например. Соотношение цены к прибыли – это так оно и считается. Рыночная цена акции поделить на прибыль на одну акцию. Этот коэффициент показывает, во сколько раз рыночная цена акции превышает текущую чистую прибыль на одну акцию. Другими словами, если у компании ожидаются хорошие перспективы роста, и вообще, если эта компания очень ценная, и инвесторы за нее готовы платить большую сумму, то коэффициент PE будет высоким. Как правило, высокий коэффициент PE показывает, что у компании хорошие перспективы в будущем, даже при низкой текущей прибыли. Бывают даже ситуации, когда компания имеет убыток в данном году или даже за несколько лет. То есть у компании чистая прибыль на акцию отрицательная, но при этом у нее очень высокая цена акций. То есть коэффициент PE будет отрицательным в данном случае, но при этом все равно, как его можно проинтерпретировать, мы видим, что если у компании высокая цена, даже при условии низких или отрицательных прибыли, это значит, что инвесторы верят в перспективы компании. Следующий коэффициент это доходность собственного капитала ROI. Это коэффициент, который рассчитывается как чистая прибыль компании поделить на балансовую стоимость собственного капитала. То есть он похож на коэффициент чистая прибыль на одну акцию, только здесь мы считаем чистую прибыль в расчете на одну единицу собственного капитала, на один рубль или на один доллар. То есть опять же, чем выше этот коэффициент, тем лучше. Это означает, что компания более прибыльная, ее капитал используется более эффективно и зарабатывает большую прибыль. Но при этом, естественно, если мы будем сравнивать эти коэффициенты между разными компаниями, этот коэффициент зависит от структуры капитала компании. У какой-то компании может быть высокая доля собственного капитала в общем капитале компании, а у другой компании может быть высока доля заемного капитала, долгосрочных облигаций, например. Доходность собственного капитала будет различаться для таких компаний даже при условии одинаковой прибыли. Но этот коэффициент показывает именно прибыльность компании и эффективность использования собственного капитала компании. Следующий коэффициент, который также очень важен для инвесторов, это финансовый рычаг компании или leverage, это английское слово leverage. Он рассчитывается как стоимость долгосрочного заемного капитала поделить на стоимость собственного капитала компании. Этот коэффициент как раз показывает структуру капитала компании. То есть откуда компания берет деньги, берет финансирование для своих инвестиционных проектов, для покупки активов. Компания может привлечь деньги как за счет выпуска акций, так и за счет выпуска облигаций или кредитов банковских, или займов корпоративных. То есть в зависимости от того, где компания привлекает средства, финансовый рычаг будет различаться. Но это очень важный показатель именно для акционеров компании, потому что чем выше финансовый рычаг, тем больше риски для акционеров. Поскольку акционеры стоят в очереди последними, то есть в первую очередь компания должна выплачивать проценты по кредитам, по долгосрочным обязательствам. А затем уже только дивиденды по акциям, то акционерам невыгодно, когда у компании очень высокий финансовый рычаг, когда у компании очень высокая доля заемных средств. Для них это означает высокие риски. Также почему это называется рычаг компании? Потому что при изменении прибыли компании при высоком финансовом рычаге очень сильно меняется прибыль чистая после выплаты процентных платежей по долгосрочным кредитам компании, по заемным средствам. То есть как рычаг, он транслирует изменение прибыли до уплаты процентов в изменение прибыли после уплаты процентов. То есть при высоком финансовом рычаге, даже при небольшом изменении прибыли до уплаты процентов, очень сильное изменение прибыли после уплаты процентов, а это именно важно для акционеров. Потому что акционеры получают свои дивиденды из прибыли после уплаты процентов и налогов. То есть высокий финансовый рычаг означает высокую волатильность чистой прибыли компании. Ну и также высокий финансовый рычаг не выгоден акционерам, потому что в случае банкротства компании ей придется сначала оплатить все заемные средства, погасить все займы и только потом, если уже у нее останутся еще активы, они будут распределены между акционерами. То есть у акционеров очень велик риск не получить ничего в случае банкротства компании. Субтитры делал DimaTorzok Ожидаемая доходность акции Насчитывается вот по этой формуле. Она включает в себя как дивиденды, так и изменение цены акции. То есть как считается ожидаемая доходность акции? Мы считаем, оцениваем дивиденды, которые мы прогнозируем получить в будущем, плюс цена акции в конце следующего периода, минус цена акции текущая, за которую мы эту акцию купили. И все это мы делим на текущую цену акции. Также эта доходность называется совокупная доходность или доходность за период владения, или общая доходность акции. Она так называется, потому что эту доходность можно разделить на две составляющие, на дивидендную доходность и прирост стоимости акций. Вот мы видим нижнюю формулу, где опущены уже знаки матожидания для простоты. Мы видим, что ожидаемая доходность акции состоит из двух компонент. Это дивидендная доходность, первая слагаемая, и прирост стоимости акции на бирже. Очень важно, что в общую совокупную ожидаемую доходность входят обе составляющие. То есть не только дивиденды важны для акционера, но и изменение котировок акций на бирже. Пожалуй, второе важнее для акционера. То есть даже если компания не выплачивает дивиденды, доходности акций этих компаний могут быть очень высокими, если наблюдается высокий прирост стоимости этих акций. Другие показатели доходности. Вот дивидендная доходность, еще раз, это доходность только за счет дивидендов. Также она называется текущая доходность в общем виде. То есть для облигаций, например, мы помним, что у нас можно рассчитать купонную доходность. Это доходность от текущего купона. То есть текущий купон поделить на цену облигации. Для акций мы считаем дивидендную доходность, текущий дивиденд поделить на цену акции. Для любого финансового инструмента, в принципе, можно посчитать такую текущую доходность от текущих денежных потоков. Но это не общая доходность, поэтому ее можно интерпретировать как-то ограниченно. Доходность собственного капитала, который тоже мы уже обговорили. Эта доходность показывает именно ту прибыль, которую компания зарабатывает на 1 доллар вложенных средств в собственный капитал компании. Это тоже доходность акционеров, по сути, потому что акционер является владельцем компании. То есть прибыль, которую компания получила, она принадлежит акционерам. Вне зависимости от того, распределена эта прибыль или не распределена на дивиденды. В любом случае она принадлежит акционерам. Поэтому вот существуют разные виды доходности, которые мы можем посчитать для акций. Дивидендная, доходность собственного капитала или ожидаемая общая доходность. Но все-таки общая доходность является наиболее важным показателем для акционеров, потому что она включает все, как дивиденды, так и прирост котировок акций, которые в свою очередь зависят от прибыли компании и от перспектив компании в будущем.